Здравствуйте, с вами дядь Гоша, и мы играем в плаги Wing in Wolf. Так, сегодня у нас фунгус. Так, этот ген дает случайные мутации, мы его не будем брать. На него, разумеется, играем на Брутале. И погнали. По старой традиции начинаем с Китая. Так, что у нас у фунгуса умеет? Фунгус у нас умеет распространяться в случайные страны, благодаря вот этой штуке. Так, вопрос в том, какой будет страна. Так, видите, нас сюда перекинуло. Давайте еще одну эту штуку возьмем. И нас сюда закинуло. Ну что ж, я думаю, двух стран таких хватит. Давайте откроем поскорее крыс, для того, чтобы весь Китай заполонить ими. И за счет этого поскорее получить генный материал, который нам необходим сейчас, чтобы поскорее по всему миру распространиться. Вообще же у фунгуса проблемы с переселением в другие страны. Ну, точнее как, у него есть способность, которая позволяет ему это делать. Вот, но при этом, давайте ее еще раз используем. Надеюсь, нас сюда закинет. Нет, но нас закинуло в водные страны. Видите, в... Не, не в Мадагаскар. В общем, в какие-то водные страны нас закинуло две. Вот, и давайте этим пользоваться. Фунгус нам нужно будет изучить вот здесь, например, что? Да, влага. Давайте изучим влагу. Заодно побыстрее, чтобы на кораблях они там начали плавать. Хотя за фунгус на кораблях плавать это очень редкая штука. Давайте голубей возьмем, чтобы по земле поскорее распространялся. Вот. Да и на кораблях, на самолетах вот эти вот споры, они очень проблематично летают. И плавают. Так что на это особо рассчитывать не приходится. Разумеется, мы все симптомы отменяем, чтобы поскорей... Нужно, в общем, не оставаться замеченными. Не оставаться замеченными. Да, правильно. Так можно сказать. Так, берем вот эти вот все штуки поскорей. Дабы тут распространиться. Посмотрим, правда, куда Китай еще закинет свои... Ага. Он закинул сюда. В бедную страну. Значит, берем мы шприц. Тран-тан-тан-таром. Все, погнали, погнали. Сейчас здесь Казахстан быстро мы заполоним. Посмотрим, куда дальше Китай заполонится. Может быть, он в Россию перекинется? Нет, он перекинулся в Индию, по-моему. Так, Индия, это у нас влажный регион, с жарким климатом. Короче, нам нужны москиты. Так. Что ж, что у нас следующее? О, Австралия наша. Так, все, у нас, видите, уже новый симптом. Давайте его тоже отменим. Получим один поинт. Так. Центральная Азия. Бедная, засушливая, да? Давайте тогда откроем. Rural Regions. Или Expression Arid. Давайте вот Arid откроем. Arid, Arid. Пока, правда, здесь оси никакой нет. Но нам, в принципе, и то, и другое надо открыть. И овец тоже. Все. С этим мы разобрались. Пока, наверное, Transmission я больше брать не буду. Вот. Теперь надо взять еще резист к холоду. Потому что, видите, у нас Россию сейчас. Мы заняли. И, разумеется, мы все должны случайные симптомы отменять. Так что немножко надо скопить генного материала. Так что, я думаю, быстро тут все дело захватим. Все, видите, уже пошла Англия. А это значит, что нам... Ну, даже не знаю, холод... Да, холод нам нужней. Так, теперь нам... Да, пока нам это все бесплатно обходится. Нам нужны таблетки 14. А, нет, какой таблетки? Давайте холод сначала откроем. Да, вот так. Чтобы и Англию быстрее. Великобританию заразить. И Российскую Федерацию. Так. Ну что, скапливаем. Нам теперь таблеточки нужны. И один поинт желательно постоянно оставлять, чтобы... Мгновенно отменить симптом. Если он появится. Вылетает случайная геномутация. Тра-та-та-та-тира по парам. Хорошо бы, конечно, захватить тут Англию. Потому что там... О-о-о-о-о-о-о. Песовкенди. Потому что там... У нас два порта, и иногда они могут сработать. Что ж, неплохо, смотрите. За фунгусы это очень круто, что столько кораблей нам проперло. Обычно это большая редкость здесь. Да, всё, нужны таблетки, чтобы Европу поскорей... Зашпилевилить нашей бактерией. Так, это нам уже теперь в копеечку обходится. Так, 15. А, ну и вот это тоже нам надо, на самом деле. Чтобы жаркие страны быстрее... Видите, у нас тут вяло вот в Иране, например, продвигается. Но пока у нас эти страны особо не заняты. Так что давайте всё-таки пока сделаем упор на богатых странах. А дальше откроем уже вот это вот. Так. We in the round the world, in the dribbly-dubbly. Всё, отлично. И открываем вот эту вот жару. Но я думаю, не буду тратиться на генетик харденинг. Она стоит 13. Я за это 13 могу раз 5 отменить случайные симптомы. И то время, которое мы на этом выиграем, оно с лихвой откупит тот потенциал, который может на замедление потратиться. Так, ну чего, здесь мы всё исследовали. В abilities мы тоже что надо исследовали. Можем вот эту ещё потом использовать. Если нам нужно будет на какую-нибудь страну перекинуться, которая не успеет. Да, вот эта вот, кстати, способность у фунгуса. О, нам теперь два надо платить. Она проходит даже сквозь границы. То есть даже если границы, например, закроют, мы можем использовать способность спора, она всё равно ту страну там может захватить. Но она как бы случайно захватывает. Также она её захватит, даже если, например, там границы закрыты. То есть для спора это вообще не препятствие. Так, отлично. Всё, Европа пошла. Европа пошла. Нам ещё нужна Южная Америка. Так, так, прекрасненько, прекрасненько. Распространяемся. Так, ладно, Гиринландия и Айселандия. Тут это вообще не фатально. Я за фунгус не опасаюсь, что мы там что-то не успеем. Просто потому, что мы можем всегда использовать нашу суперспособность и туда переместиться. Так, ну чё, ждём. Надо же, штаты ещё не заболели. А вот теперь заболели, мха-ха-ха-ха. Так, больше поинтов. Так, отлично. Всё, мы на Южную Америку перекинулись. Тут, я думаю, всё быстро будет заражаться. Так, самолёты летают. Обратите всё равно внимание, да, что мало красных самолётов и кораблей. Реально мало, по сравнению со всеми остальными инфекциями. То есть, такой вот фунгус, это его слабая сторона. Так, так, всё, погнали, отлично. Нас прёт, нас прёт. Но нам нужно минимум 50, чтобы открыть симптомы сразу, которые могут, там, с летальным исходом дичайшим, чтобы уйму убить человек до того, как исследование закончится. Разумеется, сейчас мы будем просто все симптомы отменять. Нам нужно время. Нужно время для того, чтобы всё это дело выиграть. Так, там ещё такая особенность в симптомах, что мы вот здесь вот так вот пойдём, возьмём остановку сердца или что-то типа того. Она вот отсюда леталити, то есть убийственность прокачает. И там дальше откроется штука, которая будет, если её изучить, она отбросит исследование чуть назад. И это, ну, короче, как по мне, это лучшее направление вот из таких обычных зараз. Почему я говорю обычных, потому что есть ещё зараз, например, там, которые превращают людей в зомби. Так там совсем другая симптоматика. То есть, там свои темы с симптомами, и надо там по-другому всё ориентироваться, в общем. То есть, там по-другому. Ну, вы поняли. Да я тоже понял, что вы поняли. Хватит, Гошан, хватит. Всё, ждём. Отменяем все симптомчики. И расслабляемся, наслаждаемся уничтожением человечества. Да, я думаю, у нас будет где-то 57 поинтов к тому моменту. Это просто выше крыши. Опять же, за счёт того, что мы вот по этому пути не пошли и не пойдём. И не пойдём. Мы пойдём по пути отмены симптомов. Так. Если я не ошибаюсь, там потом будет такой вид заразы, когда, например, нельзя будет отменять симптомы. Вот это там вообще так интересно будет. То есть, разработчики крутые придумали испытания. Ну, пока такие начальные всякие эффекты, штучки, штучки-дрючки учат нас. Конечно, тоже надо на брутале эти вызовы понять, как пройти. Потому что, думаю, не у всех получится тут с первого раза. Вау-вау-вау-вау-вау. Как бодричка-то, да? Бодричка. Так, ну чё, пока только по 7. Ой, по 5. Стоит отмена. Когда будет по 7, тогда да. Давайте проверим на всякий случай трансмиссион. Да, мы всё тут открыли, что хотели. И в обилике тоже. Просто ждём, когда вся планета заразится нашей проказой. Шви-бли-ду-бли-ду-бли-ду, шви-бли-ду-бли-ду-бли-ду. Так, ещё Африка. Ну, силы, конечно, тут есть, пока мы незаметны. Но нам за это приходится платить. Так что, если мы быстрый темп в начале игры не взяли, то генные мутации просто нас сожрёт. Также было бы проблематично, если бы я оставил тот перк, который повышает шанс на случайные генные мутации. Потому что нам пришлось очень много за это платить. При вот той тактике, которую я сейчас использую, важно скопить ресурсы и потом резко бустануть. И при этом, чтобы скопить, и чтобы нам хватило на этот резкий буст, чтобы всех убить, нам нужно иметь там поинтов. А если мы будем тратиться на... Ну, очень излишне будем тратиться на то, чтобы отменять симптомы, то у нас это не получится сделать. Вот. Но сейчас получится, потому что нам хватает уже, я вижу. Вот. И мы можем отменять. Видите, не часто происходят генные мутации. Так, если посмотреть. Несмотря на то, что мы 5 факторов в трансмиссион открыли, которые повышают шанс мутации всё равно, этого пока не происходит. Кстати, сколько у нас? У нас всё, одну морокку осталось. Давайте потратим вот эту штуку, 7, чтобы морокку заразить. О, видите? Оно само как бы заразилось. Но это я так. Не знаю, может быть, я за счёт этого немного времени выиграл. Потому что пока вот эти страны, пока вот это вот всё произойдёт, тут морока могла бы там... А может быть, те нет, не знаю. Но ждать, пока там морока заразиться мне бы не хотелось. Всё, видите, мы уже по 6 платим. Я ещё готов за 7 заплатить. Потому что нам нужно, чтобы было около 50. Ну, не меньше 50 генных материалов, чтобы открыть. Ну, мы, в принципе, посчитаем, сколько там нужно. Не проблема. Но я исхожу из расчёта на то, что мы ещё будем отменять некие... Ну, вот, например, сейчас, кстати, можно это сделать. Вот эти две мы отменим. И получим 3 эти халявных штуки. Мы потом ещё в трансмишн их отменим. Когда всё завоеваем. То есть там будет ещё дополнительных 3 поинта. В принципе, нам ещё есть за что симптомы платить. И оставаясь при этом в 50-ке. Ну, плюс сейчас ещё случайные будут нам даваться жёлтые шарики. Которые тоже нам поинтов дадут. Так, ну всё, это, походу, уже последние страны остались. Да, так и есть. Что всё, у них уже пошла мощная экспансия. И мы сейчас устанём. Так, вот, отлично, двоечку нам дали. Так, всё, с Африкой мы, походу, разобрались. И осталась у нас только Испания. Как я понимаю. И дальше можно уже всех убивать. Мхахаха, мхахаха. Давай, Испания. Заражайся. Заражайся полностью. Сейчас мы весь мир заразим. Подождём случайную генную мутацию. Потом отменим. А хотя, знаете, наверное, даже не будем ждать. Просто я не вижу в этом смысла. Всё, все у нас заразились. Поэтому мы можем в Трансмиссион вот это вот всё дело отменить. Получить три дополнительных поинта. И в Симптомах вот это вот открыть. И вот, что самое главное. Видите? 31. Нам могло бы не хватить. Бам! Всё, жёсткая леталити у нас повысилась. И когда мы вот эту откроем, у нас увеличится, ну, летальный исход. Но самое главное, видите, у нас Signaturely Harder to Cure. То есть мы за 25 сможем сильно отбросить исследования. Хотя они на самом деле не успеют там всё исследовать. Вот. Вместо того, чтобы вот это открывать, и потом сюда идти, сюда. Мы можем как бы вот через симптоматику это дело сделать. Всё, сейчас они, видите, только начали тут всё нас обнаруживать. Всё, и начались исследования. Видите, пока вот только вяло идут. Сейчас уже всё, пошли на максимальной скорости. Но они не успеют. Я думаю, они даже до 50 не пройдут. Потому что сейчас люди начнут умирать, нам дадут. Вот когда мы уже вот здесь дойдём, нам начнут много поинтов давать за убийство. Вы видите? Бам-бам-бам. Бам-бам. Видите? Много поинтов. И, видите, они до 20% дошли в исследованиях. И мы сейчас вот это открываем. Бамс. Видите? И отбросили их ещё на несколько процентов. То есть теперь у них ещё медленней. В общем, сейчас страны будут погибать. Я думаю, они даже до полтинника не дойдут. Даже до 40. Потому что сейчас темп будет всё медленней, 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 медленней. Ну уж так, для понтов давайте вот эту штуку возьмём. Spread faster and can be fatal. Бам. Всё, ещё быстрее темп убийства. Всё. 35. Давайте ещё возьмём какую-нибудь... Вот эту вот штуку. И вот эту вот штуку. Вот это, кстати, тут тоже не кисло, да? Вот если вот по этой штуке идти... Видите? Чуть-чуть повышает. Там тоже леталити. Ну, вот такая вот... Вот такая вот интересная спора. Со своей особенностью. Не знаю, как вы проходите, но я считаю, что вот эта тактика актуальна. То есть... Самая понятная и интересная. Посмотрим, что нам сейчас дадут. Какой генный модификатор новый. Ну и, разумеется, сейчас... Вот сейчас как раз... Я в прошлый раз, по-моему, неправильно сказал. В прошлый... Я... Вот сейчас как раз будет вирус... Ну, не вирус, а такой червь, который поражает мозг жителей. И... Вот это вот вообще очень интересная штука. То есть, мы будем воздействовать на мозги наших... Наших зараженных для того, чтобы ими манипулировать. Я себя не путаю. В общем, следующий вирус будет очень интересный. Посмотрим. Там какой-то типа нейро... Червь... Червяк, который типа в мозгу вселится. Нервный с теми. Все. Фагнус виктори. Ну, вот такие расклады. Давайте посмотрим, что нам дали. Нервосворм. Да, вот он он. Червячок. Видите, который к мозгу подключается. Так. Аэрокайп. Ну, здесь мы, конечно, вот это возьмем. Шанс случайных мут... А, смотрите, во. Спрейдинг бай эйр и спрейдинг бай лэнд. Ну, я предпочитаю бай лэнд. Конечно же, потому что я в Китае начинаю. Ну, что ж. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам понравилось это уничтожение человечества. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.